Давайте уже что-нибудь на КТ-610. А давайте. Видимо у автора этого комментария завалялся транзистор КТ-610. И мы рассмотрим схему на этом транзисторе. А это будет схема радиопередатчика FM диапазона от 88 до 108 МГц с питанием 12 В. На транзисторах КТ-3102 и транзисторы КТ-610. И принципиальная схема этого радиопередатчика показана на экране. Схема двухкаскадная, предназначенная для работы на частоте в диапазоне от 88 до 108 МГц. Итак, задающий генератор выполнен на транзисторе Т1. Частота генерации задается контуром на катушке L1 и конденсатор C6, который с помощью подстроечного конденсатора C6 нужно предварительно настроить на свободный участок FM диапазона. Положительная обратная связь, необходимая для получения устойчивой генерации, осуществляется за счет емкости конденсатора C5, включенного между эмиттером и коллектором транзистора Т1. Частотная модуляция осуществляется несколько необычно для схем такого рода. Здесь низкочастотный сигнал подается не на варикап, входящий в состав емкости кондора, а на базу транзистора задающего генератора. Он изменяет напряжение смещения на базе транзистора соответственно звуковому сигналу, но при этом происходит отклонение частоты задающего генератора за счет изменения емкости перехода этого транзистора. Такая модуляция имеет смешанный характер, назовем это амплитудно-частотная модуляция. Но благодаря каскаду усиления мощности, работающему без начального смещения и очень небольшой глубине амплитудной составляющей модуляции, на выходе передатчика амплитудная модуляция отсутствует. Имеется только частотная составляющая. Кроме того, не следует забывать о схемотехнике УКВ-ЧМ приемников, в которых всегда подавляется амплитудная модуляция. Подходим к главному компоненту, из-за которого был создан этот видеоролик. Усилитель мощности выполнен на транзисторе типа КТ-610. Это высокочастотный транзистор средней мощности. Сигнал на его базу идет с коллекторного контура задающего генератора через согласующую емкость С8, изменяя которую можно установить оптимальную глубину связи усилителя с контуром. Согласование выходного каскада с антенной осуществляется с помощью контура конденсаторы С9, конденсатор С10 и катушка L4. Антенна подключается в антенный разъем. Низкочастотный сигнал подается через разъем на вход усилителя низкой частоты через регулятор уровня на переменном резисторе R1. Этот регулятор служит для установки необходимой девиации частоты при минимальных искажениях. С него сигнал низкой частоты поступает на базовую цепь транзистора Т1, задающего генератора. Напряжение смещения на базе транзистора Т1 создается резисторами R2 и R3. Конденсаторы С2 и С3 замыкают высокочастотную составляющую на базе этого транзистора. Напряжение звуковой частоты практически суммируется с напряжением смещения и изменяется в некоторых пределах, а это приводит к изменению внутренней емкости транзистора Т2, влияющей на настройку коллекторного контура. Питается передатчик от источника постоянного тока с напряжением 12 Вольт и потребляет ток не более 200 мА. Описание и намоточные данные катушек L1, L2, L3 и L4 вы сможете найти в описаниях под видеороликом. Там же будет ссылка на принципиальную схему радиопередатчика. Как всегда, для радиолюбителей, которые захотят повторить эту схему, мы представляем цоколевку транзистора КТ3102 и высокочастотного транзистора КТ610. Напишите в комментариях, какие электронные схемы и на каких компонентах вы хотели бы посмотреть на нашем канале. Мы с удовольствием найдем эти схемы и создадим видеоролики. Поставьте пожалуйста лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, так же поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы вместе с вами рассматриваем, как работают интересные, полезные и несложные электронные схемы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!